Всем привет, с вами Павел Багрянцев и сейчас мы с вами поговорим про мужские прически. Вопрос очень щепетильный, очень аккуратный, но давайте начнем сначала с того, какая прическа должна быть у мужчины. Давайте не будем сейчас делить мужчины или женщины, а в принципе, прическа у каждого человека, я бы сказал, закладывается с самого рождения. Потому что у каждого человека свой тип волос и у каждого человека волосы растут по-разному. Вот, допустим, раньше у меня была мечта, я хотел там зализываться назад, но у меня так волосы не лежат, у меня так волосы не растут. Хотя есть люди, у которых волос, как у меня, ну примерно такой же по своей там структуре, но они растут немного по-другому и у них очень легко все это зачесывается. Или, допустим, в одно время в студенчестве я хотел носить, ну я хотел отрастить волосы, хотел как-то стильные, чтобы они были длин, чтобы они были вот где-то примерно посюда. Ну вот как-то так круто челку такую сделать косую, ну в общем модником таким хотел быть. И мне это тоже не идет, а у меня есть приятель, кому так идет, допустим. Вот он просто так отращивает и ему круто, а мне было очень дискомфортно. После этого я сделал вывод, что не пытайтесь быть на кого-то похожим. Потому что если вы увидели, что на каком-то человеке, у него есть какая-то прическа, это круто смотрится, вам хочется такую же, не факт, что она подойдет вам. Нужно просто попробовать. Вот у меня с самого детства прическа, она появилась сама собой. Еще родители же тоже, они не слепые, да. Они вас подстригают именно так или ведут к парикмахеру, который подстригает вас именно так, как по, вот как по вашей, как вашей голове подходит, да. Как вам подходит по волосу, по его структуре. И мне с детства всегда вот причесывали на бок. И мне это шло, потому что у меня волосы так хорошо ложились, просто на бок меня причесывали. И какие я прически не пытался делать, все равно мне лучше всего идет, когда я просто причесан на бок, вот здесь аккуратненько челочка, здесь лишнее обстрижено и вот такая аккуратная прическа. И я потом отказался от всякой ерунды, которая мне не подходит и стригусь теперь только так. Что касательно того, когда у вас нет прически. У меня тоже был такой момент в жизни, у меня не было никакой прически, просто вот вперед стригся и все. Здесь просто есть несколько правил. Что смотрится ужасно? Ужасно смотрится, если вы делаете прическу, типа выбриваете себе что-либо. Либо там сзади, да, было недавно модно, когда сзади себе оставляли некий объем. То есть здесь короткие волосы, а сзади немножечко длиннее. И вот когда эти волосы отрастают слишком сильно, видно это очень неухоженно. То есть это смотрится ужасно. Это смотрится круто, когда вас только что подстригли. Но это смотрится ужасно, когда ваши волосы отрастают. Поэтому когда вы делаете себе какие-то а-ля эракезы, что-то выбриваете, чтобы это смотрелось аккуратно, нужно все время следить за этим, ходить к парикмахеру, чтобы он лишнее состригал. Потому что чуть лишнее отрастает, все видно, что человек не стригся, его подстригли так уже давным-давно. Это, кстати, относится ко всем прическам, сразу же скажу. Так вот, я ношу обычная мужская прическа, я причесываюсь направо, и так может, в принципе, сделать каждый человек. Но, как мы сказали, у кого-то прически нет, он носит просто вперед, да? То избегайте слишком длинные челки. То есть, допустим, если здесь волосы не длинные, а вот челку вам специально оставили. Не очень это смотрится, но, опять же, есть люди, кому это очень идет. Идет это вам или нет, скорее всего, вы уже сами знаете. Все остальное является какими-то вашими экспериментами. Я не приверженец, чтобы выбирать, носить короткие волосы или длинные. Если кто-то из вас отращивает длинные волосы, то я вам рекомендую просто почаще ходить к парикмахеру, чтобы он именно держал вашу прическу ухоженной. Тогда это будет смотреться красиво. Просто бывают молодые ребята, такие тинейджеры, которые отращивают и не ухаживают за головой. И у них такая просто паутина там получается, такое гнездо, ну что это просто ужасно. Здесь сразу не будет идти речи ни о каком общении и знакомствах с девушками. Здесь сразу никакого первого поцелуя. Друзья, здесь вообще ничего нету. Ну, бывают, конечно, исключения. Но мужчина должен свою прическу держать все время ухоженной и периодически ходить все-таки в парикмахерской. Потому что есть такие прически, которые требуют один раз подстриг и можно на полгода забыть. Это те, у кого в особенности волосы длинные. Но я вам все-таки рекомендую не пренебрегать этим. Или есть наоборот люди, у которых слишком короткие волосы. Они могут ли чуть ли не на лосо все время стричься и все у них будет круто. Друзья, это тоже хорошо, это имеет место быть. И главный вывод моего видео, что скорее всего вы нашли уже свою прическу, потому что она формируется с детства. И так понятно, как у вас растут волосы. И как характерно, чтобы вы причесывались, а как не характерно. Наведывайтесь, почаще ухаживайте за своей прической, если вы хотите действительно нравиться девушкам. Потому что девушкам нравятся только ухоженные парни. И, собственно, поменьше экспериментируйте. Вот, чтобы вот так совсем не отращивайте себе слишком длинную челку. И не нужно себе отращивать вот всякие вот сзади вот эти модные штуки. Потому что бывает, люди здесь стригутся, а здесь сзади начинают отращивать. Особенно молодые ребята, школьники. Ну, как бы, может быть, среди молодежи это смотрится прикольно. Но потом вы так делать не будете. Вам это перестанет нравиться. Хотя, если вы сейчас смотрите это видео и вы достаточно юный, то вы, наверное, можете поприкалываться, что называется, поржать в своем возрасте. Если вы меня смотрите и вы уже достаточно взрослый человек, то можете самое простое сделать это причесаться на бок. Это, в принципе, всегда идет всем. Но хочу рассказать про гели и лаки. Не перебарщивайте с гелями и лаками. Когда у человека слишком на голове все зализано, это тоже смотрится неинтересно, это смотрится некрасиво. Хотя, вот, допустим, у итальянцев, у кого черные волосы, они их специально там заливают лаком, и у них вся голова блестит. Им это идет. Но таких людей я встречал один на миллион, и я сомневаюсь, что среди вас таких же опять много. Лаком пользоваться вообще особо не рекомендую. Старайтесь пользоваться пенкой, ну, либо каким-то воском для волос. Чем-то очень таким легким и приятно пахнущим. Ну, вот, наверное, что я хотел сказать про мужские прически. Если вам понравилось, палец вверх. Если не понравилось, сделайте то же самое. Подписывайтесь на мой канал. С вами был Павел Багрянцев. И оставляйте комментарии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok